Привет-привет! Мы снова в Королевуде, в нашем Королевудском Королевстве. А сегодня мы поговорим о другом королевстве. Поговорим о Королевстве Норвегии, которое расположено, как вы знаете, в Северной Европе, у самого севера Европы, страна, которая занимает первую строчку в мире по уровню жизненаселения, как мы знаем, и это не случайно, у берегов Норвегии была обнаружена нефть, и, видимо, это придает большие силы Норвегии, нефть около города Ставангера. Ну и все вместе создает такой высокий уровень жизни в Норвегии. 86% населения Норвегии составляют коренные норвежцы, и оставшуюся часть составляют эмигранты. С древних времен Норвегия, как вы знаете, наводила, древние викинги наводили ужасно ближайшие земли, и не очень ближайшие, даже дальние. Они доходили чуть ли не до Каспийского моря, их влияние распространялось, постоянные набеги на соседей, а также сопутствующие географические открытия, как известно, впервые достиг берегов Северной Америки Эль Крыжий со своей командой древних норвежцев, древних викингов. А впоследствии остров Гренландии также принадлежал Норвегии. И лишь в 1500 году, как я уже говорил, образы правления здесь были переданы датчанам, и вообще у норвежцев и датчан очень много общего, не только в этническом плане, но и в государственном. Очень долгое время Норвегия и Дания составляли одно государство, фактически. Там было два короля, но управление было, это как бы было союзное государство, и, соответственно, язык также был датский. Ну, мы вернемся еще к ютский языку. Да, впоследствии Швеция захватила влияние в Скандинавии больше, и Дания, и Норвегия было под Швецией. В дальнейшем Дания освободилась раньше, а Норвегия долго была в составе Швеции, и лишь в 1905 году обрела независимость от Швеции и стала независимым государством. В начале, лишь в начале 20 века. И вот в это время достигла таких больших успехов в своем развитии, став, заняв первую строчку в мировом рейтинге по уровню жизни. Среди великих норвежцев отметим, конечно, это великий композитор Эдвард Грик, великий математик Нильс Абель, знаменитая группа Абеля, если в алгебре кто знает. Конечно же, знаменитый путешественник и полярник Фритьев Нансен со своим знаменитым кораблем Фрам, что означает «вперед». Руаль Амусен, нет, он, по-моему, был датчанин и был на Южном полюсе знаменит своими открытиями и путешествиями. Вот. Ну, Фритьев Нансен, да. Вот. Кто еще? Конечно же, известно, что брюнетка в составе знаменитого квартета Абба, она родом из Норвегии. Если кто не знал, вот знаете. Это Аннит Фридлюнстадт, одна из двух солисток Аббы Брюнетка, она родом из Норвегии. Вот. Ну и, конечно же, знаменитый нынешний чемпион мира по шахматам это Магнус Карлсон. Нельзя не упомянуть его. Конечно же, действующий чемпионом мира по шахматам. Вот. Такие знаменитые люди были в Норвегии, да. От Грига до Карлсона. Вот. Управление в Норвегии сейчас... Король Норвегии это Харальд Пятый, теку, нынешний. И парламент возглавляет... Возглавляет премьер-министр Эрнест Сульберг, нынешняя, она консерватор, возглавляет также консервативную партию Норвегии. Вот. Такое управление. Это конституционная монархия Норвегии. А король Харальд Пятый, да. Вот. И о языке Норвегии. Несколько слов. Есть два равноправных языка сейчас. Это старый, который был давным-давно шел. Во время правления датчана еще установился. Это так называемый букмол. Книжный язык. Букмол это фактически один к одному датский язык, который сложился во время правления Дании. Но впоследствии знаменитый Осен, Ивар Осен, он заложил основу так называемого Нюнорск, нового датского языка, нового норвежского языка. Ну, фактически он заложил основу норвежского языка в том смысле, что это истинно норвежский. Он несет в себе датских корней. Он был сложен на основе языка, древнего норвежского языка, на котором говорили сельские жители Норвегии. И плюс древний норвежский. Вот это и есть составляющая Нюнорска. Но оба языка имеют вхождение, имеют государственность и букмол, именно Нюнорск. Ну вот, Нюнорск был создан в конце 19 века. Лишь. А сама Норвегия обрела независимость от Швеции, как я уже говорил, в 1905 году, лишь в начале 20 века. Вроде бы, да. Ну и, конечно же, нельзя упомянуть, не упомянуть, что Нобелевские премии мира даются в Осло, в Норвегии тоже. Это известный факт. Вот. И надо упомянуть, что сама Норвегия состоит из, разделена на 19 губерний, 19 фюльки, так называемых. Самая северная губерния это Финмарк. И всего 19 губерний. Вот. Это про Норвегию. То, что следует наиболее главное упомянуть. Ну и вопрос для знатоков. Обсудим это в следующем Королевуде. Какое здание является самым красивым в мире? И где оно было построено? И когда? До новых встреч в Королевуде. Ну и конечно наш номинетый гимн. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok